Здравствуйте, дорогие друзья! Мы встречаемся с вами в том же месте и в то же время на телеканале «Радость моя». В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». Наш сегодняшний разговор будет посвящен следующей части богослужения под названием «Утрення». Как всегда, перед тем, как начать разговор о новой теме, давайте вспомним, о чем же мы с вами говорили в прошлый раз. А говорили мы о том, как на утренней читается Евангелие. И вот, что мы узнали. Во-первых, что чтение Евангелия – это самый главный момент утренний. И вот почему. Евангелие – это не просто какая-то книга. Евангелие было написано людьми под руководством Святого Духа. И у Евангелия есть два автора – Бог и человек. Поэтому мы верим, что когда мы читаем Евангелие, с нами невидимо беседует сам Господь. Чтение Евангелия – это возможность встретиться с Богом. Поэтому-то оно и является самым важным моментом утренни. Еще мы с вами выяснили, что Евангелие состоит из четырех отдельных книг. Они написаны четырьмя апостолами – учениками Христовыми. Их звали Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Чтобы было понятно, первому какого апостола Евангелие принадлежит, появились названия «Евангелие от Матфея», «Евангелие от Луки» и так далее. На воскресной утренней по очереди читаются отрывки из каждого Евангелия. Их еще называют зачалами. Каждый из зачал рассказывает о том, как Христос воскрес из мертвых и являлся своим ученикам. Ну вот, Евангелие на утренней прочитано, и хор начинает петь особое песнопение, которое, по первым своим словам, называется «Воскресение Христово Видевше». О нем мы сегодня и поговорим. Песнопение «Воскресение Христово Видевше» – одно из самых красивых в нашей Церкви. Это песнопение любят многие, потому что оно наполнено светлой пасхальной радостью о воскресении Христовом. Обычно «Воскресение Христово Видевше» поют все, кто находится в храме. «Воскресение Христово Видевше» Поклонимся святому Господу Иисусу, И единому бескресному, Кресту Твоему поклоняемся кресте, И святое воскресение Твое боевы слави. Ты, мой святой наш, разве тебе, но не злое, имя Твое именует. Видите, всеверный, поклонимся святому Христову воскресенью. Светом плите, Христом радость всему миру. Всех, как благословящий Господа, поем воскресенье Его. Распятею претерпев, смертью смерть разрушит. После того, как священник заканчивает читать Евангелие, он выносит его в храм. Богослужебное Евангелие красиво украшено. На передней его стороне помещена икона воскресенья из мертвых, спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому Богослужебное Евангелие – это не только книга, но еще и икона. Евангелие в руках священника еще раз свидетельствует нам, что Христос воистину воскрес из мертвых и смерть побеждена. Итак, Богослужебное Евангелие символизирует Господа Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. О чем же говорит нам песнопение «Воскресение Христово видевшее»? Вы знаете, оно довольно длинное, поэтому давайте разберем его по частям. Первое предложение песнопения звучит так. «Воскресение Христово видевшее поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Странное дело, мы говорим «воскресение Христово видевшее», то есть «увидев воскресение Христа». Но ведь его воскресение произошло целых две тысячи лет назад, и мы не могли его видеть. Конечно же, нашими глазами мы воскресение Христово не видели, но мы видели его духовно. Когда на службе читают Евангелие, мы переносимся в то самое время, когда на земле жил Христос. Чтение Евангелия – это не просто рассказ о каком-то событии. Если мы внимательно слушаем или читаем Священное Писание, мы становимся свидетелями событий, о которых мы читаем или слышим. Поэтому слова песнопения «Воскресение Христово видевшее поклонимся Святому Господу Иисусу» являются правдивыми. Мы слышали чтение Евангелия о том, как Христос воскрес, поэтому мы видели это воскресение. Итак, первые слова песнопения «Воскресение Христово видевшее» говорят нам о том, что мы действительно видели воскресение Христово. Идем дальше. «Кресту Твоему поклоняемся Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим. Ты, Бойси, Бог наш, разве Тебе иного не знаем, и имя Твое именуем». Здесь есть очень важная мысль. Мы не только радуемся тому, что Христос воскрес, мы также помним, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Он был распят на кресте, поэтому мы должны почитать крест, на котором Спаситель умер. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Итак, мы не только радуемся воскресению Иисуса Христа, но и чтим Его крест. Далее, в песнопении «Воскресение Христов видевши» мы поем так. «Приидите все верные, поклонимся Святому Христову Воскресению, все бы прииди Крестом рады всему миру». Кто эти верные, о которых здесь говорится? Подробно я вам об этом расскажу позднее, когда мы начнем разговор о самом главном христианском богослужении – Божественной Литургии. А пока скажу вам просто. Верные – это мы с вами, те, кто был крещен в Православной Церкви, и кто верят в то, что Христос воскрес и всех нас спас. Нас и призывает Церковь поклониться Воскресению Христову. Итак, верные, о которых говорит песнопение «Воскресение Христов видевши» – это члены Православной Церкви. Ну и последняя фраза песнопения «Воскресение Христов видевши» звучит так. «Всегда благословяще Господа, поем воскресенье Его, распятие Бо претерпев, смертью смерть разруши». Здесь описывается, как совершилось наше спасение. Христос был распят на кресте и умер на нем. Своей смертью Он уничтожил царство смерти, дал всем людям надежду на воскресение и последующую блаженную жизнь. И мы, конечно, должны благодарить Его за это. А сейчас, когда мы с вами разобрали песнопение «Воскресение Христово видевши», давайте послушаем еще раз, как оно звучит. «Воскресение Христово видевши», поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрестному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое моим и славе. Ты, милый, и сихок наш, разве тебе, и оно не злое, имя Твое именует. Видите, всеверный, поклонимся святому Христову воскресенью, святом плите Христово радости в миру, святом благословящего Господа. Поем воскресенье Его, распяте Его претерпев, смерть ее смерть разрушит. Итак, друзья, мы с вами сегодня говорили о песнопении «Воскресенье Христово видевши» и постарались подробно разобрать его. На этом я с вами прощаюсь. Ваши вопросы, как всегда, присылайте к нам на сайт. Его адрес – www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok